Просто такой негативный радикализм, он не приведет Пакистан к развитию, не поставит его в тот же ряд азиатских тигров, о которых мы тоже сейчас говорили. И что я хочу сказать, мне удалось пообщаться с Ахмадийской общиной в 2016 году, я побывала на их юбилейном собрании общины Джалсия Салани в Лондоне, и что меня действительно потрясло, в том плане, что эти ученые и сама община, для них образование это действительно двигатель всего развития, двигатель прогресса. Но не только образование как таковое само по себе. Это соединение, интеграция духовной практики и знаний Запада. Я думаю, это и дает возможность и импульс развития и достижений, которые мы имеем у мусульманских ученых. В их ряду мы можем вспомнить как раз таки и Саид Ахмад Хана, и Игбала, и Джину. Все они, так же как и наши выдающиеся ученые, о которых мы сегодня говорим, получили не только образование в своей стране, восточное образование, традиционное образование, мы будем говорить, но также и западное образование. Вот здесь импульс этого развития. И мы еще говорим о чем? Что в нашем мире интеграции необходимо знать практику и Запада, и Востока, искать возможности их соединения. Без этого нам невозможно понять друг друга. Община Ахмадийская занимается большой благотворительной деятельностью в различных странах. Она, гонимая у себя стране, я хочу сказать, она приобрела какую-то планетарность, потому что она едина во всей своей масштабности. И, пожалуй, то, о чем сейчас говорит ЮНЕСКО, о необходимости воспитания планетарной гражданственности, то есть гражданственности для всех нас людей, чтобы мы понимали друг друга. Вот у общины есть понимание этого, и есть опыт, который нам надо изучать и перенимать. И еще хочу сказать, что во время своего визита как раз-таки в Лондон у меня была возможность встретиться с двумя дочерьми Абдусалама. Это Азиза Рахман и Буша Салам. Они мне подарили вот такую вот книгу, посвященную как раз-таки Абдусаламу. Там есть их статья о своем отце. И вот эта теория образования для всех, которая сейчас культивируется в ЮНЕСКО, она была высказана, кстати, может быть не так громко, но практически уже непосредственно Абдусаламу. Потому что, причем не только на уровне общеобразовательном, но и на высшем уровне высшего образования. И пример тому его итальянский центр для развивающихся стран. И он, имея шестерых детей, кстати, вот я хочу тоже об этом немножечко сказать, четверо из них это дочери. И он, понимая важность образования, дал образование всем своим и дочерям четверым, и двум сыновьям. Одинаковое. Классное образование. И вот этой разницы в гендерных различиях он не терпел. Он считал, что все должны. А кто имеют специальности? Они имеют разные специальности. Я вам должна сказать, что у меня была возможность даже посетить музей, квартиру Абдусалама. Ну это, естественно, его дом, который он купил после того, как переехал из Пакистана. И там сохранился уникальный уголок, то есть его кабинет, где он творил. Там, кстати, я видела его все награды, и как почетного академика Российской академии наук СССР и РФ. И даже, вы представляете, он имеет большую золотую медаль Ломоносова. А его действительно можно сравнить с Ломоносовым, русским Ломоносовым. А он пакистанский Ломоносов. Почему? Потому что он так же, как и Ломоносов, стремился к знаниям. Так же, как и Ломоносов, имел духовность внутреннюю, которая позволила им пройти этот большой, долгий... Из самых низов поднялся тоже, да? Да, из самых низов. И я все свои впечатления, кстати, отразила тоже в этой книге, которая вышла у меня в прошлом году. И я думаю, что вот такой опыт взаимодействия между учеными разных стран, он обогащает нас тоже и дает нам импульс для дальнейшего развития. Спасибо за внимание. Упоминали о книге брата Абдусалама на Урду. Я тоже просмотрел, мне подарили в Лондоне. Там есть небольшой эпизод интересный. Когда Абдусалам приехал по приглашению правительства Пакистана в Пакистан после присуждения Норбинской премии, там состоялась, ну, не презентация, во всяком случае, правительство Пакистана дал обед в честь, прием в честь Абдусалама. И Абдусалам сказал, что прошло время в молитвенную комнату идти, прочитать дневной намаз. Зеулхак спрашивает, господин профессор, вы будете молиться с нами или отдельно? Абдусалам, сэр, я буду молиться отдельно от вас. Зеулхак, мы знаем, что в отличие от нас вы глубоко верующий человек. Абдусалам, могу ли я ваше заявление передать в печать? Зеулхак, это, конечно, на ваше усмотрение, но имейте в виду, что я буду это опровергать. Вот какие леживые, так сказать, представления Зеулхака было о религии. Хотя он там проповедовал и требовал, чтобы были, ну, экстремистские, так сказать, заявления по исламу. Что это проще, и подстраивался под угоду. Да подожди, раздевать-то, мы потом раздадим. Люди руки просят. Вы же не хозяинцы здесь. Извините. Да, мы же ждем, пока их закончится. Я что хотел сказать. Вот здесь в книге, в конце приложения, Абдусалам был действительным иностранным и почетным членом Национальных Академий, научных обществ, 47 национальных обществ. Он был профессором, почетным профессором 44 или 45 университетов шести континентов. Никто, даже из выдающихся ученых, включая Абду, Альберта Эйнштейна, Нильса Бора, Эрнеста Резерфорда, выдающихся его предшественников, никто не имел столько позиций, сколько имел Абдусалам. Понимаете, это наравне с ними. Вот таких выдающихся людей Пакистан забывает, к сожалению. Я забываю, я вот с этого начинаю. Вот передал, допустим, послу нашему в Дели тогда книгу, своей книге. Я уже говорил, что вот книги Абдусалам на двух языках, кто-то, кто-то. Я сказал ему, что это выдающиеся люди, кто-то, кто-то, трое, что-то прочее. О них забывает в Пакистане. Я с вами полностью согласен. Более того, меня давно удивляет, почему пакистанская элита, научная интеллигенция полностью забыли эти великие имена. А в научных и общественных кругах Индии они пользуются большим уважением. Это наш Пакистан, который 25 лет наш посол в Индии говорит об этом. В некоторых университетах Индии молодым ученым регулярно присваивают имена Абдусалама, заявил он. А в Пакистане даже нет детского сада имени Абдусалама. И улица Абдусалама, к сожалению. У меня это чрезвычайно волнует. И у меня одно предложение для того, чтобы большая общественность знала о выдающихся ученых Пакистана. А вы только что же говорили. У меня просто рекомендации, предложения. Рекомендации могут быть мощные, но надо делать эти рекомендации, осуществить самим. И я хочу сказать, что я не смогу реализовать свою рекомендацию. Я бы хотела, чтобы вот эту книгу, выдающиеся мусульманские ученые, были переведены не только на английский язык, но на урду и на языки народов Пакистана. С тем, чтобы информировать их о тех великих интеллектуальных людях. Это наши призывы, но они должны делать сами. А мы должны сделать эти призывы. Почему? Это прекрасно знают. Пакистанские власти прекрасно знают. Они делают все, что возможно, чтобы этого не делать. Продолжай. Мы много говорили с Салами, а сейчас я хочу немного сказать о его биографе. Элдузи Нуриевич. Оставь его покой. Мы с ним познакомились много лет тому назад при весьма необычных обстоятельствах. У Гринвича. И весьма необычном месте. Да, да, да. Вы не поверите, на знаменитом Гринвичском нулевом Меридиане мы с ним познакомились. Гринвича. В Англии. В моем представлении Илдуз Нуриевич. А то, Михалыч, ну там можно почитать. Не обязательно во мне. Не знаю, как публика. Там есть, вот здесь в конце что-то. А можно, чтобы кто-нибудь из Пакистана выступил еще? Как публика считаете? Я хотел немножко о вас рассказать. Время есть или нет? Неудобно. Неудобно. А что, время поджимать, да? Нет, нет. Ну, зачем эта тема? Я всегда восхищаюсь тем, как работает эта голова. Полный не только концептических знаний, но и глубоких оригинальных идей. Превеличивайте, превеличивайте. Хорошо, я сейчас максимально сокращусь. Скажу только. Продолжение следует...